Деятельность человека стала настолько сложной, что её могут нарушить и мелкие сбои. Но это очень сильный сбой. Но это также и возможность. Там, где есть сбои, есть и возможность. Так что к вам должна заползти змея, чтобы вы выпрыгнули из своей ямы. Настало время, когда люди должны переключиться на самую высокую передачу. Чем бы вы ни занимались, важно, чтобы вы были на самой высокой передаче, потому что то, как вы справлялись с чем-то в прошлом, может уже не сработать через шесть месяцев. Это просто может больше не работать. Для страны, для крупной промышленности или для бизнеса, для малых отраслей и для отдельных предприятий, для людей и для учреждений. То, как мы функционировали в прошлом, если изоляция и нарушение связей продлятся достаточно долго, многие вещи, которые считались инструментами успеха, могут оказаться бессмысленными. Следующие шесть месяцев. Это возможно. Зайдет ли все это настолько далеко? Или же мы сумеем восстановиться до этого? Надеемся, что все придет в норму до этого. Но подобный вариант развития событий вполне возможен. Никто больше не исключает никаких сценариев, потому что никто не в состоянии ничего предсказать. Теперь китайские ученые, которые изучают этот вирус, говорят, что он может преодолевать расстояние в четыре метра, а не два, как они говорили в начале. На планете нет столько места, чтобы 7,6 миллиарда человек расположились друг от друга на расстоянии четыре метра. Большинство домов, в которых живут семьи из четырех-пяти человек, недостаточно большие, чтобы люди могли поддерживать расстояние в четыре метра. Также они заявили, что вирус может жить гораздо дольше на металлических поверхностях. Ранее сообщалось, что это время составляет 12 часов. Теперь же они говорят, что вирус может выживать до 72 часов. Особенно на полу в больницах. Они обнаружили пол в отделениях, где находятся инфицированные вирусом пациенты, является рассадником инфекции. Весь медицинский персонал носит костюмы, защитное снаряжение, очки. Но, похоже, именно их обувь выносит максимум вирусной инфекции за пределы больницы. Они не переодевают обувь. Обычно они носят одну и ту же обувь в течение дня. Только некоторые из них переобуваются. Остальные же меняют только защитные костюмы и маски. Но вирус переносит именно обувь. Так обнаруживают все новые подробности каждый день. Потому что это новый вирус. Никто ничего не знает наверняка. По мере того, как появляется новая информация, возникает все больше замешательства, все больше страха и паники повсюду. Как долго все это продлится? Это уничтожит всех нас? Что будет дальше? Да, конечно. То, как мы вели дела, то, как мы делали разные вещи, все это может закончиться. В зависимости от того, как долго это продлится. Наши средства достижения успеха могут стать неприменимыми через 3-6 месяцев, в зависимости от того, что сделает этот вирус и сколько человек он убьет. Сейчас, насколько мы знаем, единственное, что мы знаем наверняка, был заражен тигр и несколько собак. Но сообщается, что у них недостаточный уровень инфекции для того, чтобы передать ее кому-то другому. У них легкая форма. Так что, по большому счету, переносчиком является только человек. Одно мы знаем наверняка. Необходимо соблюдать дистанцию. Мы можем преодолеть это как незначительное затруднение для нашего поколения. Сто тысяч человек — это небольшое число, учитывая, насколько велика вероятность катастрофы. Сто тысяч человек считается небольшой потерей в современном мире, точнее, в сложившейся ситуации. Так что, сейчас в яму заползла змея, и всем нужно прыгнуть как можно выше, на пике своих возможностей, каждому из вас. Каждый из вас, где бы вы ни были, что бы вы ни делали в своей жизни, вам нужно выйти на полную мощность. Время пришло. Сейчас то время в вашей жизни, когда в вас должно проявиться лучшее, как в человеке, как в рабочем, на какой бы работе вы ни работали, каким бы бизнесом вы ни занимались, мы должны показать себя с лучшей стороны. Потому что сейчас в яме змея. Если вы не выпрыгнете, для вас это будет конец. Я не пытаюсь нарисовать мрачную картину. Это реальность, в которой мы существуем. Выйдем ли мы из этой ситуации победителями, оглянемся ли мы с гордостью на то, как мы с этим справились, или же оглянемся с полным разочарованием в нас самих и с тем, что с нами случилось. Все зависит только от того, на каком расстоянии мы держимся друг от друга. Четыре метра. Вчера мы говорили о привитии чувства соперничества, начиная с детского сада. Повсюду «Я хочу быть номер один, я хочу быть номером один». Это может серьезно навредить в этой ситуации. Она требует очень слаженных действий, а не соперничества. Сейчас от человечества требуются очень слаженные действия. Если мы конкурируем друг с другом, что ж, мы оба можем погибнуть. Вот как обстоят дела. Мы должны отбросить дурацкое образование, которое вбили вам в голову, что вы всегда должны быть номером один. Если вы хотите быть номером один, вы должны и умереть первым. Да. Если вы всегда думаете, что все это гонка, что сама жизнь это гонка, тогда, конечно, вы должны пересечь финишную прямую первыми. Вирус вам в этом поможет. Очень важно, чтобы мы ослабили это напряжение, которое мы создали в голове, что мы всегда хотим быть номером один. Если я буду сидеть здесь с закрытыми глазами десять минут, они все могут уйти. Они могут съесть мою еду. Всегда присутствует соревнование. Это должно уйти. Если мы должны вести себя благоразумно в подобной ситуации, тогда это должно уйти в прошлое. Во всем, что люди считают стоящим достижением, мы должны встать на одну ступеньку выше. Однажды несколько мужчин ждали снаружи родильного отделения, одной из крупных больниц, потому что их жены должны были вот-вот родить. Шанкаран Пилай тоже стоял там. Его жена тоже рожала. И вот вышла медсестра, подошла к одному из мужчин и сказала, «Мистер Томпсон, у вас родился очень здоровый мальчик». Тот очень обрадовался. Шанкаран Пилай посмотрел на него и сказал, «Какого черта? Я пришел сюда первым? Я пришел сюда первым, а ему уже родили мальчика, но я был впереди него. Жизнь так не работает». Это хорошее время для нас, чтобы исправить многие вещи, которые мы, как человечество, делали неправильно. Определенно, это хорошее время, чтобы сделать это. Как я уже говорил вчера, если все мы будем прилагать усилия на всех уровнях, физическом, умственном, эмоциональном и с точки зрения нашей работы, если мы улучшим все это на 10%, если мы сделаем это за эти 3-4 недели, которые у нас есть, то в какой бы ситуации мы ни оказались, мы справимся с этим в меру своих возможностей. Это все, что мы можем сделать, как человеческие существа. Делаем ли мы все, что в наших силах, или же нас калечат собственные мысли, эмоции, страх. Вы можете называть это страхом, паникой, напряжением, но это просто ваши собственные мысли и эмоции, которые запутывают вас. Когда нужно сделать что-то важное, мы будем использовать руки для того, чтобы сделать это, или дадим себя пощечину. Вот что это значит. это время, когда мы должны использовать все, что у нас есть, чтобы оно приносило нам пользу, а также приносило пользу миру, в котором мы живем. Это непростые времена. Проблемы заставляют людей расти. Кто-то вырастет, кто-то сломается. К сожалению, такова реальность. В современном мире развитие коммуникации достигло небывалого уровня. Технологии позволяют нам превзойти человеческие возможности. Любой может выполнять работу ста человек. Когда у нас есть такие возможности, мы должны обуздать этот кризис, а не быть раздавлены им. Если вы хорошо серфите, вашей мечтой будет цунами. в вашем представлении цунами не будет катастрофы, вы будете мечтать о цунами, чтобы прокатиться, если вы очень хорошо катаетесь на волнах. «Я не настолько хорош, что делать?» Суть не в этом. Каждый должен быть в состоянии сделать лучшее, на что он способен. Есть внешние ситуации, есть препятствия, проблемы, но ваш собственный ум, ваши эмоции, ваше отношение не должно становиться препятствием и проблемой, если вы не проблема для самого себя. Об остальном мы позаботимся в меру наших возможностей. Это во многом объединит человечество. По крайней мере, в течение ближайших месяцев будет определенная сплоченность, определенный уровень взаимодействия. Мир больше мыслит как мир, а не как отдельные страны. Все это происходит в мире. Мы должны использовать это, чтобы возвыситься над этой проблемой. Вопросы? Этот вопрос от Дамиана Кассиано. Дорогой Садгуру. Он итальянец? Похоже. Дорогой Садгуру, мне гораздо легче увидеть чудо в мире природы, чем в человечестве. Как мне увидеть в людях такое же чудо, которое я вижу в танце павлина? Это же человек пишет. Я просто подумал, вдруг птица задает вопрос. У людей нет таких великолепных перьев, как у павлина. У нас их нет. наряд. Мы можем их нацепить, но это будет просто наряд, а не хвост павлина. 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 Легко увидеть чудо в том, с кем не нужно ничем делиться. Знаете, в мире растет целая культура, где люди говорят, «Я люблю все человечество, но терпеть не могу вот этого человека, который сидит рядом со мной». Очень легко любить Бога, например, мир, потому что он никогда не приходит и не садится с вами за обеденный стол. Может быть, вы возьмете себе его имя, но если он сядет за стол, начнутся проблемы. Поскольку он никогда не приходит, даже если вы предлагаете ему еду, вам совершенно ясно, что есть ее все равно будете только вы. Да? Если он начнет есть подношение... Был такой случай. Когда-то была одна межконфессиональная ассоциация попрошаек. В ней было только три члена. Один индуист, другой христианин и третий мусульманин. Но из-за своего экономического положения они вынуждены быть вместе, иначе они бы пересорились между собой. Однажды они встретились под деревом. И тогда индуистский попрошайка захотел показать всю глубину своей преданности. Он сказал, «Каждый день, какие бы деньги и вещи, я не получал в основном деньги, монеты и купюры, я пишу на них большой знак Ом. Ом. А затем подбрасываю все эти деньги вверх. Все, что упадет на ту сторону, где Ом, принадлежит шиве. Остальное принадлежит мне. Я настоящий преданный. Вы знаете, Ом. Большой хвост и вот так. попрошайка мусульманин сказал, «Я тоже делаю нечто похожее, но наш священный символ Луна в первый день месяца, когда она выглядит как тонкая лента. Я рисую изображение Луны в первый день месяца. Затем я подбрасываю деньги, и все, что падает на сторону с Луной, принадлежит Аллаху. Остальное принадлежит мне». Затем он спросил христианского нищего, что делает он. Тот ответил, «Я беру все свои деньги и бросаю вверх. Все, что принадлежит ему, он оставит себе. Остальное точно так же и здесь. Легко любить дикую птицу, которая танцует, которая прекрасна, потому что она ничего у вас не просит. Вообще-то павлину вы даже не нравитесь. Вы ему безразличны. Вы видели, как павлин смотрит на вас? ему ему наплевать на вас. Так что вам нечего предложить наслаждаться вещами на расстоянии. Вот почему сейчас так много любовных отношений, развивающихся в Фейсбук, Тик-Ток, Инстаграм и так далее. Потому что вам не нужно встречаться с ними, не нужно ничего с ними делить. Не нужно сидеть и ждать, если они заняли ванную. Не нужно стоять за ними в очереди. Ничего такого. Все происходит мгновенно. Если вам что-то не нравится, можете отключиться и удалить аккаунт. Павлин приходит, танцует, вы его любите, он уходит. Никаких проблем. Вам не нужно приглашать его в гости. Сделайте вот что. Подержите павлина у себя в комнате три дня. Он обгадит все вокруг. И по ночам будет очень громко кричать. Очень громкий звук. Люди могут этого не знать. Каждый день они сидят на моей крыше и утро они начинают с самого утра. Так что поселите павлина в своем доме на три дня. Тогда посмотрим, какими вы будете. Человеческие существа это сложный вид. Включая вас. Так что не делайте этого. Мы говорим о том, чтобы не делать различий по расе, религии, касте, вероисповедании, полу. Об этом много разговоров. говорю вам, не проводите разграничения даже между видами. Я люблю обезьяну, но не могу полюбить человека. Это значит, что у вас проблемы с эволюцией. Я люблю обезьян, но терпеть не могу людей. Значит, вам не нравится эволюция. Выглядит восхитительно, когда обезьяна скачет повсюду, прыгая с ветки на ветку, очаровательно. Но в один из дней оставьте открытым окно в свою комнату в Шивопадам. Если несколько обезьян зайдут в вашу комнату, вам конец. Они съедят все, что найдут, порвут и обгадят все вокруг. Они уничтожат все, что там есть и уйдут. Вы вернетесь и скажете, ах, мои дорогие обезьяны, что же вы наделали? Нет. Так это не работает. Ничего, по крайней мере, вы наслаждаетесь птицами. Это хорошо. Это что-то вроде... Это все равно, что орнитология. Вы любите птиц. Изучаете птиц или наслаждаетесь наблюдением за птицами. птицами. Но когда те же птицы входят в вашу комнату, это уже другой вопрос. Проблема с людьми в том, что вы сталкиваетесь с ними повсюду. Они в вашем доме, в вашем офисе, они повсюду. Они не просто танцуют где-то далеко. Если бы они просто танцевали где-то далеко, вы бы их тоже любили. Проблема в том, что каждый день вам приходится с ними работать, приходится с ними жить, вам нужно управлять ими. Вся проблема в этом. Так что я хочу, чтобы вы поняли кое-что. Нет ничего плохого в том, что вам нравится, как танцует павлин. Это прекрасно. Даже когда он не танцует, его тоже нужно любить. Это все прекрасно. Лягушка спрашивает, а где змея? Павлины едят змей. Каждые несколько дней я приношу змей и оставляю их в саду. Но эти павлины съедают их в мгновение ока. Вам нравятся павлины. Мне они тоже нравятся. Но я бы хотел, чтобы здесь также были и змеи. Но их всех быстро съедают. Так что любить легко, когда это происходит на расстоянии. Знаете, на что жалуются многие люди сейчас в эти времена вируса? На своих близких, с которыми они сидят заперти дома. Это большая проблема. На сто процентов возросли случаи домашнего насилия. В некоторых странах возникают самые разные проблемы. Все спрашивают, что делать, как справиться с семьей. это те же самые люди, по которым вы скучали, ведь каждый день они ходили в офис. Почему ты так долго? Но теперь они дома, и это проблема. Расстояние это замечательная вещь. А смерть просто фантастика. Умерших людей все любят. Вы замечали? Как только они умирают, их вдруг начинают прославлять. Почему их не почитали, когда они были живы? Почему после смерти они становятся достойными почитания? Их начинают возвеличивать во всем мире и делать так, подносить цветы. Для них делают все, что только можно, только потому, что они умерли. Когда они были живы, вы так делать не хотели. А когда они умерли, вы делаете это. что это значит? Нет, я не хочу этого говорить. Вы и сами знаете, когда они были живы, они были для вас проблемой. Как только они умерли, вы прославляете их, скучаете по ним, любите их. Что это значит? Наверное, вы ждете. Это не очень хорошо. Совсем не хорошо. Так что давайте посмотрим на это более внимательно. ваша проблема в том, что у вас твердо сформированная личность. И вы ищите что-то, что эту личность не потревожит. Но не каждый человек будет уважать ваши границы. Они неизбежно будут их нарушать. Некоторые из них из-за невежества, некоторые намеренно, как это делаю я. всегда намеренно наступаю на ваши границы. Как только кто-то наступает на ваши границы, вы чувствуете, что этот человек становится проблемой. Павлин, сейчас за пределами ваших границ, и вам он нравится. Если он нарушит ваши границы, вы и в нем увидите большую проблему. Да, так и будет. Это может быть павлин, или другая птица, или обезьян, или осел, или кто-то еще. Когда они на расстоянии, все прекрасно. Сейчас между вами и этими существами есть дистанция. Вы наслаждайтесь ими. Наслаждайтесь, в этом нет ничего плохого. Но важно то, что если вы создадите небольшую дистанцию между вами и вашей личностью, вы увидите, что будете наслаждаться даже собой. И как только вы наслаждаетесь этим человеком, вы увидите, что все вокруг замечательны. Да? Вы не понимаете. я хочу сказать, что как только вы начнете наслаждаться этим человеком, все начнут казаться фантастическими. Вы можете наслаждаться всеми, потому что теперь вы видите людей такими, какие они есть, без каких-то рамок, в которые они должны поместиться, и в которые они не вписываются. Вот почему в Индии мы создали характеристики Бога таким образом, что Его невозможно принять, если бы Он был здесь. Кришна, Рама, Шива, вы не можете принять этих людей. Спросите дам, хотят ли они прожить жизнь с таким мужем, как Рама? Они не захотят. Спросите, хотят ли они видеть Кришну в качестве своего мужа? Они не захотят, потому что это принесет слишком много проблем. Но на расстоянии в 6 тысяч лет они выглядят просто замечательно. А Шива просто невозможный человек. Он все, о чем вы только можете подумать. Личность Бога была создана таким образом, что если вы действительно можете видеть его таким, как он есть, и все же абсолютно принимать его и смотреть на него с почтением, если вы примете Шиву таким, какой он есть, у вас не будет проблем ни с одним человеком на планете. Так что вам нужно это сделать.